Всем привет! И сегодня ЦЗ-75 Авто в скине Тигр. С вами как всегда Дредд. Погнали! Ну что ж ребят, начнем как всегда с шаблона. Все думаю уже знают где его скачать. Его скачать можно по ссылке в описании в наших группах ВК и Фейсбуке. Качаем шаблон, печатаем и приклеиваем на материалы. Не устану повторяться, материалы из которых я собираю свои проекты, за неимением у вас можно заменить тем, что есть. Картон, фанера и так далее. Просто включайте фантазию ребят. Вырезаем все деталюхи, как показано в видео. Приклеиваем слой 0 к слою Райт 1. При склейке пистолетов я использую клей Космофен, так как его нужно будет немного и он быстрее схватывается. Чтобы не терять время, также склеиваем оба магазина. С расположением слоев тут так же все думаю будет понятно. Укладываем спусковой крючок и пружину к нему. И далее приклеиваем слой ЛЕФТ 1 на тот же супер клей. Остальные слои идут по порядку, нумерация слоев обозначена на шаблоне. Для передней части нашего ЦЗ нужно склеить 4 детали из 10 миллиметрового МДФ, как показано в видео. Далее уже поймете куда их нужно приклеить. Также в затворный механизм вклеиваем в заранее просверленные отверстия пару отрезков металлической проволоки, за которые мы будем цеплять пружину возврата. Ребят, а на рулетке КСГВ 500 теперь появилась возможность играть друг против друга. Можно играть как вдвоем, так и втроем, так и вчетвером. Ну а пока ищется ставка на крупного оппонента, я покручу главную рулетку, начав с 10 тысяч на синее. И вот я поднял плюс 50. Ну, попробую на красное 30-ку закинуть, ну, ну, блин, ладно, хорошо. И так сойдет. Люблю я на синее часто ставить, хоть и проигрывал немало раз. Ну, еще раз давайте попробуем. И еще разочек. Хе-хе-хе, отлично. Все отлично. Блин, рискну попробовать сразу на черное и синее. О-о-о-о-о-о-о-о-о, опять синее. Очень и очень даже хорошо выручило. Ну что ж, ребят, хватит с рулеточкой, давайте создадим дуэль, поставим сумму и запустим. В общем, ребята, играйте аккуратно, ссылка на CSGO 500 будет в описании под этим видео. А мы погнали дальше. Детали для передней части у нас подсохли, теперь их нужно приклеить на сам затворный механизм. И как только клей подсох, высверливаем в нем отверстие для статичного ствола. За основу ствола я брал пластиковую трубку на 7 мм. Одеваем пружину и проверяем на работоспособность. Все работает как надо и это хорошо, так что приклеиваем остальные слои на затвор. Ну что ж, теперь нужно придать оригинальные формы нашему ЦЗ-75. Для этого берем гравер с насадкой с наждачной бумагой и погнали в бой. Также обтачиваем накладки на рукоять и приклеиваем их на свое место. Стволик на ЦЗ сделаем из пластиковой трубки диаметром примерно 12-14 мм. Высверливаем сначала поты и маленькие отверстия с каждой стороны, а затем расширяем их до 6 мм, сверлом побольше. Чтобы одеть трубку большего диаметра на трубку меньшего диаметра, стоит просто сделать несколько колец из похожей трубы и одеть их друг на друга и зафиксировать немного суперклеем. Ну уже далее насаживаем основной стволик. В стамеске на магазине делаем выемки с каждой стороны и отрезаем лишнее от нижней части магазина. Также не забываем сделать в верхней части магазина выемку под патрон. Ну и вклеиваем имитацию пули на это место. Приклеиваем второй магазин к основному корпусу на эпоксидный клей. Я его сделал статичным, но потому что мне так захотелось. Осталась мелочевка, кнопка исключения одного и второго магазина, переключатель режима огня, предохранитель и прицельная планка с целиком. Все это также сделал из ПВХ пластика 2, 3 и 5 миллиметров толщиной. Ну что ж, все готово к покраске. Грунтуем наш СЗ-75 в пару условий грунтовки и даем ей подсохнуть. Как только грунтовка подсохнет, ее можно зашкурить 320 или 360 наждачной бумагой, чтобы убить всю шеверень на грунтовке. Теперь покрываем весь пистолет в черный цвет, это будет базовый цвет нашего пистолета. Для нанесения тигровых полос я буду использовать трафарет, я его также прикреплю к паку шаблона. Вырезаем все желтые части на шаблоне, маскируем малярным скотчем все ненужные места и также шаблон для покраски фиксируем тем же самым малярным скотчем, чтобы он никуда не сдвинулся при покраске. Чтобы сделать градиент, который присутствует на данном скине, нужно сначала прокрасить все желтой краской. Ну а далее местами с переходом прокрасить оранжевой краской. Для тех, кто не знает, инструмент, который я использую для покраски, это аэрограф. Очень удобная вещь и если ты крафтер, то тебе лучше бы ее освоить. На этом все, ребята. Думаю, вам понравился проект и не жалко поставить лозик. Те проекты, которые я обещал сделать, также уже готовятся на все нужное время. Ну что ж, подписывайтесь на канал. А с вами был Кэкси Адрэд. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...